Всем привет! Меня зовут Соколова Екатерина и этот ролик создан специально для интернет-магазина Artmarker.ru. Сегодня мы с вами нарисуем вот такого древесного питона и на его примере научимся технике, которая поможет нам делать яркие красочные иллюстрации со змеями и другими рептилиями. Давайте быстренько пробежимся по материалам. Я использую спиртовые маркеры Z-Curycolor Twin S. Они имеют два пера. Это широкое перо, которое отлично подходит для заливки фона или больших участков рисунка. Также им можно создавать тоненькие и средние линии и тонкое перо, при помощи которого можно создавать как различные тонкие линии и штриховки, так и закрашивать небольшие участки рисунка. Номер и цвет маркера указаны на колпачке. Также быстро понять, с какой стороны располагается тонкое перо, можно по серой полоске на корпусе самого маркера. Для внешнего контура и финальных штрихов мне понадобится линер ZIC Millennium толщиной 0,8. Для бликов и осветления деталей у меня белый пастельный карандаш и обычная белая гелевая ручка. Работать я буду на специальной бумаге для спиртовых маркеров. У меня это английская бумага Sea White. А отличается она от обычной, даже самой плотной бумаги тем, что не пропускает цвет на следующую страничку, что очень удобно при рисовании маркерами. Итак, давайте начнем рисовать. Первым делом прорисовываем тонким линером контур нашего питона по карандашному наброску. Особое внимание уделяем деталям на голове. Добавляем тонким линером. И вот так, где находится тень. Теперь давайте разберемся в оттенках, которые нам сегодня пригодятся. Я сделала небольшую выкраску. Один из цветов у меня представлен вот таким толстеньким маркером ZIC. Коричневые оттенки мы с вами будем использовать на ветке. Светлые и темные зеленые на самом питоне. Оттенки желтого нам пригодятся для глаза. Ну и темно-серый для насыщенных теней на питоне и ветке. Окрашивать наш рисунок начинаем с базового светло-зеленого цвета. И покрываем всего питона, кроме глаза. После этого совершаем хаотичные короткие штрихи широким пером для того, чтобы сымитировать змейную кожу. Теперь берем немного более темный салатовый цвет. Широким пером намечаем тени. Они располагаются в основном под головой и в складках между телом питона. После также совершаем короткие и разные по форме и направлению штрихи. Но уже не на всей поверхности, а в основном на тех местах, где располагаются тени и рядом. Постепенно наш питон становится объемнее именно благодаря этой технике. Чешуйки на голове прорабатываем тонким пером. Также хаотичными штрихами или точками. Также точками проработаем светлые участки на теле змей. Желтым закрашиваем нижнюю часть шеи и глаз. Далее берем насыщенный зеленый цвет и создаем еще больше объема на нашем питоне с помощью уже знакомой нам техники. Точками покрываем менее обширные области, в основном там, где находятся тени или рядом. Выделяем глаза и складку рта. И, наконец, берем самый темный зеленый в нашей палитре. Обозначаем самые темные участки. Теперь темно-серым добавляем немного точек и прорабатываем глаз. Также слегка затемняем глаз оливковым оттенком. Наконец, переходим к ветке. Светло-коричневым прокрашиваем всю ветку. И далее добавляем ей объем и фактуру более темным коричневым цветом. Самые темные участки обозначаем темно-серым. Теперь нам с вами нужно проработать контур и потерявшийся за цветом детали линером. Также линер придает законченный вид нашей работе. Змеяная кожа очень хорошо бликует при свете. Именно это мы попробуем отразить при помощи осветления некоторых титаний. Здесь вы можете воспользоваться самыми разными материалами. Белой ручкой прорисовываем наиболее яркие блики. Фон я решила сделать простеньким, так как наш рисунок уже довольно красочный и насыщен деталями. Если вы оформляете разворот в скетчбуке, можно добавить несколько слов об этом питоне. Тоже будет довольно неплохо смотреться. Приятно удивляюсь, что бумага выдержала столько наложений цвета. И наш с вами питон готов! Материалы, использованные в данном видео, можно приобрести в интернет-магазине ArtMarker.ru. А если вы рисовали вместе со мной, выкладывайте ваши работы в Instagram, отмечайте на них меня и ставьте тег ArtMarkers. Продолжение следует...